АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я понял, что вот эта вот глубочайшая несправедливость, которая ограничивает свободу передвижения, у меня тогда возникла мечта. Вот неплохо было бы, чтобы я... А чего хотелось-то? Собственно, хотелось посмотреть мир, попутешествовать, потасоваться с такими же, как я, встречаться с людьми. И я подумал о том, что было бы здорово, если бы я мог, не обращая внимания на какие-то ограничения, вот эти вот формальности, приехать в любую страну, пожить в гостинице, попутешествовать, познакомиться с друзьями там, и заплатить за то, что я там проживаю. Потому что понятно, что халява — это нехорошо, карма плохая. И заплатить за это тем, что я умею делать. Ну, я умею переводить, там, не знаю, посуду умыть, какие-то такие вещи. И это первая мысль, которая меня поразила. И я попробовал найти какие-то такие вот проекты в мире, которые бы этому соответствовали, поискал-поискал, не нашел. И решил, что надо делать самому. На этом пути пришлось много чего, но надо разобраться, как это понять структуру общества. Потому что понятно, что путешествие по всему миру, весь мир должен так жить, да? И для того, чтобы вот взяться за эту проблему, я начал сначала делать благотворительные проекты, волонтерить, делать какие-то простые вещи. Вот. И в результате этой моей деятельности постепенно ко мне присоединялись единомышленники, партнеры и так далее. И возникла... Я основал лабораторию социальных инноваций CloudWatcher, у которой, собственно, есть три типа деятельности, да? Первая деятельность — это исследование, то есть осмысление, как живут люди, как устроена экономика, что было в истории, что такое человек, его первичное основание для действий. И вторая часть — это вот на основании этого понимания создать, собственно, инструменты, технологии, при помощи которых можно это реализовать, да? И, соответственно, проекты, на которых можно убедиться в том, что это вообще работает, имеет ли это какое-то отношение к жизни или это воспаленная фантазия автора. И с точки зрения, вот, например, исследований, мы много чего там делали. Я говорю, исследовали. Оказалось, что во всех религиях одинаковый культурный код зашит, да? То я делаю что-то хорошее для людей и из-за этого там достигаю просветления, попадаю в рай, к Аллаху и так далее. Но везде одно и то же. Везде я должен делать что-то хорошее для людей. В результате вот осмысления ситуации ещё выяснилось такой момент, что, например, а нет ни одного предмета, который бы нас окружал, который сделали деньги. Всё, что нас окружает, сделали люди. И вот два предыдущих выступающих являются ярким подтверждением этого. Не деньги делают вещи, не деньги делают проекты, а люди. А вот для того, чтобы люди могли делать, и что ж такое деньги, да? Деньги — это способ договориться. Я стал думать, а есть ли другие способы договориться? И в процессе этих исследований много чего было. Вот здесь на экране висит маленький кусочек. Мы издадим в конце года книжку, будет там всё подробнее и интереснее. Вот маленький кусочек. Есть постулат в науке, что как развивается индивидуальное сознание, индивидуальная личность, так развивается по тем же самым законам, развиваются и большие коллективы. И вот есть пирамида Фишера, которая отражает собой эволюцию потребностей человека. Первое — это безопасность, второе — экономическое благосостояние, потом принадлежность, identity, потом признание и последний уровень в родине свободы. Мы с историками стали исследовать цивилизацию нашу. Посмотрели, а как было в большой группе, да? И оказалось, что первый уровень, например, цивилизация решила за счёт такой социальной технологии, как государство. Оно позволило людям доживать до конца жизни, да, не умирать там от набегов и не умирать от голода. Как только эта потребность была решена, фундаментально, да, ну там, всё это годы, всё это длинные периоды жизни, следующий уровень экономического благосостояния был взят за счёт такой технологии, как договор вообще, на котором основан весь капитализм, рынок, демократия и так далее. Как только мы удовлетворили эту потребность, кстати, в России, например, ну, в тот момент ещё Украина была частью России, до 14-го года была самая крупная в мире кооперация, да, это 13 миллионов крестьянских семей, почти вся страна. Это тогда мы экспортировали зерно за границу. Так вот, это как раз 14-й год. И как только мы эту потребность реализовали в Европе там по-своему, мы тут же ввалились в 20-й век и очень долго выясняли вот эту штуковину с принадлежностью. Нам было очень важно, ты коммунист или там фашист, ты советский или ты там какой, да, американец или русский, демократ ты или ещё кто-то. И это настолько всех беспокоило, сейчас спроси любого, ни у кого, ну, большинства людей нет вот настолько вот зуда, что ли, по этой проблеме, да. Это почему? Потому что и принадлежность, когда мы смотрели о том, что вот эту потребность реализовать, нужны определённые социальные технологии, например, такие, как средства массовой информации, да, где есть задача одну мысль положить в миллионы голов одновременно. Мы вышли в новое измерение сейчас. Новое измерение – это там, где важно identity, не identity уже, а признание. И из-за того, что мы вышли в признание, у нас появились такие технологии, как интернет, социальные сети, вот этот феномен лайков и всего вот того, что происходит в мире, он обуславливается тем, что, на наш взгляд, цивилизация вышла вот в это новое измерение. И поэтому, например, очень богатые люди уже не довольствуются тем, что у него просто там миллиарды долларов. Воррен Баффет, Билл Гейтс и многие другие отдают деньги для того, чтобы получить взамен что? Признание в разных видах. И, понимая это, мы понимаем, что если всё выходит на уровень признания, то, соответственно, у нас возникает задача, а в чём мерится-то, собственно, признание? Признание мерится в заслугах. То есть я признаю тебя, и я, значит, считаю, что ты что-то заслуживаешь. И возникла идея экономики заслуг, то есть вот той системы, где основной принцип такой, чем больше ты делаешь полезного для общества, тем больше получаешь для себя. Дальше стал вопрос, а как, собственно, мерить эти заслуги? И возникла технология, это вот вторая часть нашей деятельности, разработка специализированных технологий, которая называется банк заслуг. Это технология, которая позволяет учесть вклад в любом виде, товары, деньги, время, социальные проекты, и на основании этого вклада исчислит, собственно, кто что заслуживает. И здесь возникает такой феноменальный эффект, что вот, например, сейчас как вся социальная деятельность, она мерится, по сути, по затратам. Потрачено на стариков вот столько-то денег, потрачено на детей вот столько-то денег и так далее. А какой эффект от этого был, никто не знает. Например, вот есть первый проект, это, например, «Песочница», в которую не было потрачено ни копейки денег. То есть взяли доски, собрали, песок насыпали, и людям нравится, дети туда ходят, люди за это голосуют, получаются заслуги. При этом вот второй проект, это тоже «Песочница». Например, это «Песочница», которая стоит на Красной площади, она сделана из золота, может быть, да, там миллиард долларов она могла стоить, но туда детей не пускают, туда может зайти, наверное, только один человек лично, тот, кто там живет. И поэтому там заслуга всего одна. То есть траты не равны заслугам. Вот это очень важный момент. Поскольку вот есть эта базовая технология, то есть базовый принцип экономики заслуг, который позволяет людям по-другому договариваться для того, чтобы сделать что-то, да, он трансформировался у нас в разные проекты. Я стал для этой экономики сначала искать ресурсы, и возник проект «Социальная биржа взаимопомощь». Вот его результаты, там, 540 миллионов рублей, и там постоянно это нарастает. Если бы у нас законодательство было такое же, как на Украине, где компания, когда отдает товары, она не платит налоги, у нас платят. То есть у нас компаниям выгоднее уничтожить продовольствие, чем отдать его кому-то. Ну вот там 99 корпораций, стоим кого, все видно, да. То есть это социальная биржа, где мы берем у корпораций гуманитарные товары и через сеть НКО распределяем тем, кому это нужно. Значит, второй проект, который на основании этого банка заслуг возник, это проект «Корпоративный банк заслуг». То есть это технология, управленческая технология для управления персоналом, где весь коллектив ставится в такую парадоксальную логику, что все стремятся, собственно, за тем, чтобы… Ну, на работу люди приходят, чтобы деньги зарабатывать, все стремятся к тому, чтобы заработать как можно больше, но для того, чтобы получить больше, тебе нельзя толкаться локтями, ты не можешь подсиживать, хамить и ругаться, да, потому что единственный способ получить – это получить благодарность от своих коллег. и таким образом ставится вот в эту парадоксальную логику. Я вроде бы с вами конкурирую, но я конкурирую таким образом, что вы должны мне сказать спасибо. И очень любопытные эффекты от этого в компаниях происходят. Территориальные технологии, которые созданы, банк заслуг, которые созданы для того, чтобы развивать местные сообщества, потому что это большая проблема на советской, на постсоветской территории, что разрушены за 70 лет все это местные сообщества. И мы сделали вот первый пилотник, у нас это самый большой район в Москве, там Южная Бутова, но мы взяли небольшой кусочек, там живет 30 тысяч человек, Щербинка называется, в основном бывшие военные, люди вообще друг друга не знали. И у нас показатели, вот 30 с половиной тысячи участников, это больше 10-12% от населения участвуют в волонтерской деятельности. Люди свои деньги тратят на подъезды, они между собой конкурируют, ну в смысле играют в конкурсы, кто лучше благоустроит, голосуют друг за друга, победитель конкурса, получают приз в виде того, что графитчики приходят и разокрашивают им подъезд так, как они хотят. И тоже все это делают бесплатно, ну как бесплатно, например, они получают заслуги. Человек позанимался с бабушкой, получил заслугу, например, в компьютерной грамоте, получил заслугу, пришел к учителю английского языка, получил час английского языка. Это больше 10% от населения. В среднем по стране, чтобы вы знали, 2-5% волонтерской активности, но это самые высокие показатели, это у нас только начало. Дальше есть, мы начали заниматься темой социального предпринимательства, и мы делаем следующую вещь. Мы корпорациям, вот этим нашим, с которыми работаем, предлагаем услуги социальных предпринимателей, например, переводчиков, инвалидов, там еще есть ряд, просто здесь самые такие, первые, которые у нас были предъявлены, там есть курьеры, там глухие и так далее, которые, мы продаем эти услуги корпорациям, и отдают им предпочтение, они отдают им предпочтение по отношению ко всем остальным. У них это ложится в зачет на социальную, эту корпоративную ответственность и так далее, им это тоже выгодно. Плюс проект вот Добросим, это сим-карта, которая продается сейчас у наших партнеров, и там часть денег идет на то, чтобы мы содержали вот ту биржу взаимопомощи, которая была до этого предъявлена. Все это вместе, вот эти эксперименты, эти проекты, какие-то были неуспешные, вот здесь успешные проекты, они все синтезировались как бы в одну систему, и эта система называется, организована по принципу социально-предпринимательская кооперация, это тоже наша инновация, где есть место всем стейкхолдерам, стейкхолдеры, участники процесса, то есть социальный союз, это то, где могут участвовать и граждане, и государства, и компании, и предприниматели, и НКО, это, как вот здесь уже говорилось, нейтральная полоса, это демилитаризованная зона, здесь все эти агенты собираются только для того, чтобы решать наши социальные задачи, не политические, не религиозные никакие, а только социальные. И, собственно, этот проект социальный союз, он состоит, у него две функции основные, первая, это по технологии банка заслуг выявить в заслуженных, учесть вклад людей в социальное благо, выявить этих заслуженных людей, посчитать их и так далее. И вторая часть, это дать им режим наибольшего благоприятствования, потому что у социально ответственных граждан, корпораций, и у социальных предпринимателей эта социальная их часть на сегодняшний день является как бы дополнительным налогом. Но понятно, что они не конкурентоспособны относительно других, поэтому есть задача создать среду, инфраструктуру, пространство, в котором эта социальная их ответственность является конкурентным преимуществом, а не нагрузкой. И, соответственно, вторая часть этой истории, что все партнеры, сейчас вот показано по какой логике, собственно, дают режим наибольшего благоприятствования в разных видах тем, кто этого заслуживает. Ну, например, это могут быть какой-то доступ к особым ресурсам, это могут быть кредиты, сейчас вот мы договариваемся с кредитными там организациями, которые дешевле дают кредиты за заслуги. Это могут быть скидки для физлиц, скидки просто в магазинах по заслугам обычной системы лояльности. Это могут быть различные льгоды, как субсидии социальным предпринимателям. Это принцип, при помощи которого можно выявить социально полезных граждан и их вознаградить. И дальше возникает вот, собственно, это то, к чему пришла моя первая мечта, что в итоге мы сможем создать такую систему, при которой я могу залезть на сайт. Этот сайт будет запущен уже в конце этого года. В октябре у нас большой запуск. Ты можешь выбрать себе работу, место. В будущем ты сможешь выбрать любое место на планете. На сегодняшний день пока что только в России. Ты можешь выбрать место, прийти, сделать что-то полезное людям. И тем, что ты сделаешь что-то полезное людям, можешь оплатить все свои затраты, которые тебе нужны, получить взамен то, что тебе нужно, проживание, билеты и все остальное. В общем, вот таким образом реализуется моя мечта. Надеюсь, что... Ну, сейчас уже достаточно много людей к этому присоединилось. Всех приглашаю к этому тоже. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ